Итак, добрый день! Сегодня мы с вами изучаем Revit. Я делаю перезапуск роликов по построению домика в Revit с усложненным функционалом, с новыми дополнительными возможностями, с усложненным самим объектом и дополнительным функционалом, который появился в 24-й версии. Ролики будут выходить регулярно, но во всяком случае я постараюсь это делать. Также в параллели записываются ролики для Boosty Revit. Это уже касается и металлических каркасов, и формообразования, и инженерных сетей. Постепенно наполняю их и буду запускать по мере готовности. Анонс будет опять же тут. Напоминаю, что сейчас на Boosty доступны два полностью завершенных курса по обучению RENG и по обучению с применением SPDS модуля на NACADA. Необычный NACADA строить линиями, так понятно. А именно с применением SPDS модуля. Изучил рынок сейчас курсов, поставил чисто символическую плату. Вы знаете, как я умею рассказывать и как вам очень это нравится. Спасибо за все комментарии, которые были. Все вижу, не на все удается отвечать, потому что комментариев вообще нескольких десятков в день прилетает, даже сотен под роликами. Ролики держатся в топе. Перезапускаем, добавляем новое, расширяемся. Ссылка на Boosty будет в описании к ролику и отдельно вы сейчас можете увидеть его QR-код. Подписывайтесь, не забывайте о том, что у меня есть Рутюб канал, есть одновременно группа ВКонтакте. В скором времени запустится Телеграм для анонса всех роликов. Снова взлетаем на площадке. На Рутюб лучше подписаться, потому что неизвестно, чего каждый день происходит с Ютубом. И на Boosty, чтобы видеть анонсы каких-то дополнительных расширенных курсов. Пока не на платформе Boosty, в ближайшее время, в зависимости от отклика, они переедут уже на сертифицированную площадку с предоставлением всех необходимых сертификатов. Работаю над этим. Спасибо за все ваши комментарии. И давайте начнем. А если ты все еще не подписался на канал, советую это сделать прямо сейчас, чтобы не пропускать выход новых роликов. Охват нас уже больше 4 миллионов по каналу. Подписчики растут, держимся в топе, работаем над качеством и над количеством. Без потери, соответственно, первого пункта. Итак, в первую очередь мы усложняем дом в Revit. Он у вас сейчас представлен на данный момент на экране. И начинаю с запуска программного продукта. И небольшой комментарий. Я не учу устанавливать программный продукт. Программный софт вы устанавливаете самостоятельно. Я обозреваю его функционал. Это касается еще и тех комментаторов, которые с практической точки зрения сталкивались с тем или иными элементами. Я стараюсь во всех роликах вам говорить про практическую составляющую. Но это не основная задача моего канала. Моя основная задача обучить функционалу. А вы уже дальше применяйте в своей рабочей практике. Я не делаю за вас вашу работу. Я помогаю и улучшаю ваши навыки по работе в программном комплексе. Спасибо. Надеюсь, что ты уже подписался. Итак, в первую очередь, после запуска программного продукта мы с вами наблюдаем окно с возможностью создания нового проекта, открытия проекта существующего, создание нового семейства, открытия существующего семейства. Также в рабочем окне мы видим разделение две области, пространство модели и пространство семейства. Либо, как ранее, это пространство проекта и пространство семейства. В нем будут фигурировать все последние открытые и сохраненные программы, не программы, а проекты элементов модели, с которыми вы работали и элементы семейства. Напоминаю, что с точки зрения логической составляющей в Revit все элементы, которые вы производите, построение даже тех же самых осей, это элемент семейства. Это не просто линия с каким-то кружочком. Это элемент модели и элемент семейства. Если еще отдаленнее рассматривать, то все элементы в проекте это жесткая взаимосвязь между семействами, где изменение одного параметра влечет за собой изменение другого. Но это мы косвенно уже прошли по терминологии информационной модели здания и сооружения BIM. Что я делаю? Я буду создавать абсолютно чистый новый проект. Для этого я воспользуюсь функцией создать. Создаю проект. Напоминаю о том, что у нас есть несколько основных шаблонов стандартных элементов модели. Есть очень замечательные шаблоны, которые можно найти в интернете с абсолютно уже полностью настроенными и готовыми параметрами. Но смысл заключается в том, что рано или поздно вы столкнетесь с тем, что вам необходимо настроить. Как толщину линий, так же как и графику и так далее. Поэтому мы изучаем все от и до, чтобы вы могли воспользоваться необходимыми навыками уже на практике и возможно удивить своего работодателя. В первую очередь, шаблоны это уже структурированные элементы, которые присутствуют на этапе создания модели. Предположим, в шаблоне строительства будет больше строительных элементов, нежели чем архитектурных. В архитектурных наоборот. В шаблоне несущих конструкций будет отдельно пул несущих элементов и конструкций. Их семейств представлены в диспетчере семейства. Механическое оборудование, я думаю, понятно. Это больше именно оборудование, детали, элементов и узлов. Системы. То, что касается инженерии всей необходимой, электросети, в том числе и слаботочка, появляется дополнительное сантехническое оборудование, чисто водянка, УВВК. Каждый шаблон можно достраивать уже в дальнейшем, загружать в него необходимые параметры, либо использовать стандартные и видоизменять их внутри проекта. Шаблон это просто помощь проектировщику с уже готовым набором параметров, которые просто ускорят ваш процесс построения. Когда у вас уже есть навык работы в Revit, вы можете использовать готовые шаблоны, либо создавать свой. Что я делаю далее? Я выбираю архитектурный шаблон и нажимаю... Хотя, погодите. Принципиальное отличие. Есть возможность создания проекта, есть возможность создания шаблона. Шаблон создается у нас, шаблон проекта. При необходимости, если вы в дальнейшем будете выполнять проект, вы можете сразу же зайти, создать шаблон, настроить параметры, отображение толщин, линии, графики, модели, подгрузить все необходимые семейства, с которыми вы будете работать, чтобы лишние не остались в модели. И в дальнейшем уже создавать проект. Мы для начала сразу же будем создавать проект и в нем будем редактировать все элементы и я могу из него в конечном итоге сделать шаблон. Но пока создаем проект. Нажимаю клавишу ОК. Идет прогрузка элементов модели. Мы после открытия первого нашего проекта попадаем в пространство модели. В нем представлены четыре основных кружочка. Вы можете увидеть, повращать колесико мышки. Да, ориентация работы в пространстве модели. Вращение колесико мышки это приближение и удаление либо зуммирование внутри нашего проекта. Зажатое колесико мышки это панорамирование изменения в двухмерной плоскости. А до 3d мы с вами еще дойдем. В пространстве модели представлены сразу же четыре основных элемента. Это проекционная составляющая фасада. На самом деле их не четыре, их немножко больше, но с ними будем знакомиться потом. Есть отдельная проекционная составляющая, есть проектная отметка нашего фасада, с которого будет транслироваться наш фасад. Но нас это пока не сильно волнует и в центре на самом деле нашего проекта располагается точка 00 это там располагается и базовая точка для вставки проекта. Базовая точка и точка для вставки проекта. Для тех, кто работает с координатами. Ее мы пока не касаемся. Мы изучаем основной базовый функционал. Работа с точками указания на проекте как раз таки идет у меня по следующему модулю, который появится на Boosty. В зависимости от стилистики вашей работы, если вы открывали Revit, либо кто-то вам его установил, либо вы пришли на работу, у вас есть два основных окна. Это панель свойств и диспетчер проекта. Зажатый левой клавишей мыши, по которому можно вытягивать что один параметр, что второй. Размещать их в том месте положения, в котором вам необходимо. Можно его привязывать к правому части экрана, а свойства предположим к левой части экрана пространства. Из-за того, что у меня идет запись и одновременно работает второй экран, мне пристыковать проблематично. Сейчас разберемся. Включу полный экран. Так вот, вы можете пристыковать к рабочей зоне, которая может у вас располагаться с правой части экрана, с левой части экрана. Вы можете сделать отдельно, чтобы элементы накладывались друг на друга. Все я делаю через зажатую левую клавишу мыши и при необходимости ее в дальнейшем уже отпускаю. Мне удобнее лично работать так, чтобы панель свойств и диспетчера проекта располагались по левой стороне экрана. Я знаю, что многие проектировщики разбивают панель свойств и диспетчера проекта таким образом, чтобы панель свойств располагалась с левой части экрана, а диспетчер проекта с правой. Я же пристыкую их один под другим. Мне так просто удобнее. Дальше. Основная лента. Вкладка архитектура отвечает за основной набор элементов и параметров, которые вы можете добавить в свой проект. Небольшой лайфхак. Если вы только учитесь работать в программе, у вас есть немного свободного времени. Если вы наведете курсор на любую из команд, буквально через 3 секунды появится описание. Текстовое видео, либо гифка, что из себя представляет команда. И в дальнейшем вы можете ее изучить. Я не буду сейчас проходить по отдельным командам и вкладкам. Я расскажу только основное. Во вкладке архитектуры располагаются все необходимые параметры для построения окна, двери, стены, перекрытия, оси, уровни, работа с помещениями, с лестницами, с ограждениями и так далее. На самом деле, пользуясь командой вкладкой архитектура, можно сделать, ну, наверное, процентов 80 по стадии AR, архитектурных именно решений по проекту, не воспользовавшись ни разу другими вкладками. И переключаясь периодически на панель свойств. Следующая вкладка конструкция. Вкладка конструкция отвечает за основные несущие элементы. Здесь может быть и металлическое оборудование, имеется в виду балки, фермы и так далее, и тому подобное. И работа с ними, и работа с компонентами модели, когда вы можете создавать самостоятельно элементы каркаса нашего объекта. Вкладка сталь. Чисто металл. Основное это сварные соединения, болтовое соединение, обработка швов, срезы различные по балкам. То, что на самом деле в ранних версиях Revit отсутствовало как таковое. Сборные элементы. Каркасы наших стен, когда вам необходимо сделать панельный дом. Мы это с вами не касаемся, но тем не менее, такой функционал присутствует. Ну, во всяком случае, в этом курсе мы не касаемся. Мы рассмотрим только базовые основные элементы. Вкладка системы. Касается инженерного оборудования. Кондиционирование, вентиляция, холодное, горячее водоснабжение, канализация, слаботочка. Все добавляется через вкладку системы. Вкладка вставить. Отвечает сама за себя. Можем подгрузить что-то в проект. Как проект Revit, так проект Автокада, Civil и так далее, и тому подобное. Связывать эти параметры между собой и загружать их в проект. И табличные значения в экселевских таблиц. Топографию можно загружать уже известную и так далее. Аннотация. Отвечает сама за себя. Любая аннотативная часть, которая присутствует в проекте, добавляется через вкладку аннотации. И с ней мы уже дальше продолжаем работать. Аннотативная составляющая. Следующая вкладка. Анализ. Анализ нашей модели. Здесь можно провести анализ на коллизии различные. Касается архитектурных элементов и составляющих элементов узлов соединения и инженерных сетей и так далее. Форма и гемплан. Это вкладка для создания отдельной концептуальной модели. Когда вы хотите что-то исполнить в виде сложной геометрической формы. Как не крути. Базовое построение в любом программном софте достаточно прямолинейное. Если вы хотите сделать сложную фигуру, вам нужно будет учиться пользоваться именно вкладкой формы и геймплан и самостоятельно лепить форму по факту. Но для этого будет у нас отдельный плейлист. Совместная работа. На данном этапе для большинства стандартных обывателей Revit данная функция достаточно ограниченная. Когда несколько человек могут работать в одном проекте. Ее развивают именно в компаниях через локальную сеть. Остальные функциональные возможности постепенно урезаются. Раньше можно было через Dropbox осуществлять совместную работу через Яндекс диск, через Google диск и так далее и тому подобное. Сейчас через локальное хранилище. Чаще всего это используют именно в компаниях. Идем дальше. Вкладка вид. Настройка интерфейса, настройка вида самой программы, настройка листов и так далее. Здесь у меня отдельно есть визуализатор, который у вас отсутствует. Это Twinmotion. Он у меня отдельно установлен и о визуализации мы поговорим чуть-чуть в дальнейшем. Есть еще отдельный Enscape, но я его еще сюда не нагружал. Следующая вкладка управление. Это детальная проработка элементов нашего проекта по факту. Здесь мы можем настроить параметры различных материалов и графическая составляющая, настройки самой программы, настроить связи, настроить стадии внутри проекта. Отдельно о стадиях у меня раньше было уже видео, стадии в проекте и можно было настроить несколько элементов отображения той же самого визуального составляющего программного комплекса, но постепенно это заново повторим. Следующие настройки. Здесь будут появляться программные комплексы, которые совместно умеют работать с Revit. Большинство из них платные, ведут на сайт Autodesk, оплатить их сейчас проблематично. Вкладка изменить, которая будет по умолчанию вам доступна при выполнении первого элемента внутри нашего проекта. Дальше. Панель свойств. Панель свойств очень полезная для нас функция, благодаря которой мы сможем детально корректировать весь элемент, создавать вручную свои элементы и прочее. Диспетчер проекта. Это, по сути дела, панель, благодаря которой мы можем прогуливаться внутри нашего проекта, переключаться между этажами, видами, между табличными формами значений, ведомостями, листами и так далее. Это усложненная в понимании группа различных закладок, при помощи которых вы можете запросто переходить быстро на необходимую вам проекцию и с ней уже продолжать работать. Для базового построения что мне необходимо? Я открою свой проект. Для себя я его вывел на второй экран. Сейчас его только расширю и буду выполнять построение. Я уже определил масштаб изображения. Напоминаю то, что определение масштаба осуществляется достаточно легко и просто. Если вам поступает техническое задание, в большинстве случаев габаритные размеры вам уже известны нашего объекта и по техническому заданию говорится о том, что состав внешних стен, состав внутренних стен несущих, состав перегородок и так далее. Если вы самостоятельно являетесь руководителем проекта, вам придется подбирать их самостоятельно. Но рассматриваем такую обывательскую. Приходит заказчик, говорю хочу вот такой дом. И нашел он где-то в интернете, листок формата А4 распечатал. И на нем есть какие-то габаритные размеры. Чаще всего они привязаны как архитектурные элементы, но о них сейчас поговорим. Если вы посмотрите по картинке, у меня есть 10000 по направлению горизонтальной плоскости и 12250 это в вертикали, по сути дела, длина нашего объекта. Ширина и глубина нашего объекта. Я смотрю только на план первого этажа. По факту, что я сделал? Я распечатанный этот лист, взял листок бумаги, определил масштаб изображения по делениям линейки. Тут максимально все просто и на самом деле логически понятно. За сто процентов беру масштаб, который у меня 10000 равняется. Нашел значение сколько в одном сантиметре у меня миллиметров моего чертежа и дальше уже строю. Техническая составляющая именно математических подсчетов и определения масштаба я не рассматриваю. Я уже начинаю просто строить. Начало построения у меня начинается с осей и перехода на необходимый план. На самом деле это делать не то, что бы не нужно, потому что у нас оси привязываются целиком к нашему проекту. Я могу это сделать и потом, но если вы хотите делать сразу же по пунктикам, как в принципе необходимые на большинстве курсах онлайн занятий изучают, я в диспетчере проекта перехожу на план уровня первого этажа и начну работать с него. Захожу во вкладку архитектура. Да, в верхней части экрана у меня располагается панель быстрых команд. Я могу ее отдельно редактировать. Для этого мне необходимо нажать на стрелочку и поставить необходимые параметры. Я могу панель настроить как я захочу. Я оставлю стандартную, чтобы было точно так же как и у всех. Что я делаю? Во вкладке архитектуры я вам говорил о том, что присутствует функция построения осей. Я смотрю в левую часть экрана. У меня есть функция ось. В ранних версиях проекта она называлась Revit, имеется ввиду. Называлась сетка. На самом деле в корне программы она до сих пор осталась сетка. Хотя программе очень немного уже лет. Воспользуюсь функцией построения ось. Активирую ее нажатием одинарным левой клавишей мыши и начинаю построение с первой оси. В данном этапе я марку еще через панель свойств не меняю. Сначала просто строю ось. Первая ось у меня будет цифровая. Она располагается в вертикальной плоскости. Я поставил в любой точке моего экрана. Нажал один раз левой клавишей мыши. Давайте сначала сделаю так, чтобы было по факту неправильно. Рядышком с нашим проектом начну строить. Относительно моих окружностей. Вы скажете, а я пока вы там болтали, покрутил колесико мышки, куда-то у меня все делать, где мне выполнять построение. Нажмите два раза на колесико мышки. У вас программа автоматически отмасштабирует все элементы, располагающиеся в нем, чтобы вы не терялись и моделировали в той области, в которой необходимо. Итак, вкладка архитектура, панель основа, функция ось. Нажимаю один раз левой клавишей мыши. Ставлю базовую точку в любом пространстве и поднимаю курсор вертикально вверх. Здесь мне нет возможности вбивать какое-то числовое значение. Это на самом деле небольшая проблема, потому что мне удобнее было бы отложить общую длину плюс отступы и уже в дальнейшем работать. Но проектирую просто вверх, доверясь интуиции. Если что, в дальнейшем я ее просто расширю. Поднимаю курсор вертикально вверх, вижу то, что у меня появилось отображение первой моей оси. Все получилось. Как построить последующую ось? Рассмотрим несколько основных инструментариев. Наведя курсор на границу, точнее на окончание нашей оси с одной стороны, либо с другой стороны, появляется число. Уже в дальнейшем и временная привязка. Я еще не нажимал ни на что. То есть я просто подвел курсор. Я знаю то, что следующая ось должна у меня располагаться на расстоянии 3,5 метра. 3,500. И нажимаю Enter. У меня появилась следующая базовая точка привязки и тяну ее вниз. До пунктирной линии связи с предыдущей осью. Для чего нужно именно связывать не в пустом пространстве, а до пунктирной линии связи, я расскажу чуть позже и сделаю специально ошибку. На самом деле это просто ускоряет процесс построения. Выбираю. Это банальное примитивное построение осей, когда вы строите просто через инструментарий построения функции ось. На самом деле можно этот процесс ускорить. Чтобы отменить действие, вот вы поставили точку не в том месте, в котором необходимо. Я ее просто первую поставил. Нужно нажать клавишу Escape. Тогда вы выйдете из процесса. Начало построения элемента. Это касается любых элементов. И будете строить построение заново, уже с необходимой точкой. Чтобы отменить действие как таковое, два раза нажимаю на Escape. И снова оказываюсь во вкладке Архитектура. На самом деле мне в ней и удобнее располагаться. Я подсвечиваю ось, с которой я работал. Это вторая ось. Третья ось у меня должна располагаться на расстоянии 6,5 метров. Я воспользуюсь функцией команды копирование. Проще на самом деле после первой построенной оси воспользоваться функцией команды копирования. Активирую ее нажатием одинарным левой клавишей мыши. Здесь мне необходимо, я могу выбрать точку относительно копирования. Могу и выбрать любой пустой участок в космосе. Как лучше всего работать, когда у вас 10 и более осей? Функция команды копирования. Выбираю любую точку и двигаю максимально сколько я захочу в правую либо в левую сторону. И уже на клавиатуре откладываю 6,500 у меня должна быть. Enter. Следующую могу. У меня ее нету, но я построю. Из разряда следующая будет 6000, потом 8000, 2500. Расстояние откладывается от последнего скопированного элемента, а не от родительского, с которым я начинал копирование. Очень удобно это, потому что я могу оси так быстро раздублировать. Я не рассматриваю сейчас какой-либо массив, я просто ставил оси. И восстановлю значение. Но последнюю ось я принудительно сделаю с ошибкой небольшой. Давайте мою третью ось я хочу переименовать. Либо случилось так, то, что вы ось случайно построили не там и удалили. И заново производите процесс построения. Снова копировать. Выбираю элемент, нажимаю Enter. Заметили отличие? Я начал по-другому построение. Если в первом случае я подсветил элемент нажатием один раз левой клавишей мыши, чтобы он подсветился синим цветом и потом выполняю команду копирования, просто выбираю точку, то сейчас у меня не было элементов выделения. Я выбрал активную команду, выбрал элемент и нажал клавишу Enter для подтверждения то, что я работаю именно с этим элементом. Работает и так и так. Выбираем удобный для вас функционал. Так вот, я вспомнил, что у меня ось должна быть на шести с половиной метров. Выбираю точку. 6500. Построил. Увидели значение? Она уже не имеет последующего обозначения в нумерации, так как в кэше программы остается обозначение последней задействованной оси. То есть, следующий у меня будет 8. Если вы что-то удаляете, учитывайте то, что программа запоминает ваши действия. И по итогу вы можете увидеть то, что вам придется переименовывать все оси. И с какой проблемой вы столкнетесь? Предположим, я еще могу с зажатой клавишей Ctrl просто скопировать ось, чтобы она существовала. И еще одну сделаю. Я хочу, чтобы эта ось стала цифрой. 3. Просто нажимаю по цифровому обозначению, левой клавишей мыши. И предположим, я не увидел, хочу еще раз сделать ось 3. Либо в каком-то случае я случайно скопировал оси друг на друга. И я не вижу то, что есть ось 3. И хочу ее переименовать. 3. Появляется ошибка. Введенное имя уже используется. Это значит то, что где-то 100% вы задействовали уже это обозначение оси. И вам нужно ее найти по факту. Чаще всего это у начинающих пользователей программного комплекса. Они накладывают одну ось на другую и не могут использовать обозначение, которое уже задействовано. Это и касается переименовки оси. Предположим, если я запутался нумерацией, эта ось должна быть 9. А 9 у меня уже задействована. Я сначала должен переименовать последующие, а потом уже вернуться назад к переименовке. Такое дело. Нажимаю отмена. Мне нужно только 3 оси. И я вам говорил то, что почему нам необходимо проектировать оси до пунктирной линии связи с предыдущими построенными элементами. Потому что при подсветке оси у меня есть два маркера. Кружочек такого. У окружности с одной стороны и у окружности с другой стороны. Если я зажму их, я могу перемещать длину оси менять. А вот если они собраны в пунктирной линии связи, временные привязки, то я могу перемещать целую группу элементов. Да, если вы построили отдельно, можно в любой момент подсветить ось и зажатой левой клавишей мыши дотянуть до предыдущего значения временной привязки. Отпуская левую клавишу мыши и могу перемещать все вместе. Но зачем делать двойную работу, когда проще в начале построения делать все верно. Мне ось последняя не нужна. Я сделал вертикальную оси. Вы скажете, кружочки хаотичны. Давайте исправим. Я могу подсветить ось, если это точечная нужна корректировка. И убрать галочку с стороны, где есть уже окружность. Кружочек уйдет. С другой стороны я могу его включить. Второй инструментарий, которым я могу воспользоваться, это когда маленькие габариты объекта и вообще маленькие объекты построены. Это использовать окружности осей со всех сторон. Подсвечиваю любую ось нажатием 1 раз левой клавиши мыши. И давайте договоримся опять сначала. Если я говорю подсветить элемент, это значит нажать по нему. Если я говорю подсвечиваем элемент, либо выделяем его, это значит то, что можно его либо подсветить нажатием 1 раз левой клавиши мыши, либо с зажатой левой клавиши мыши выделить элемент и отпустить левую клавишу. Почему я говорю? Можете посмеяться. Многие, когда только начинают работать в программном комплексе, когда я прошу нажать левой клавиши мыши нажмут и держат левую клавишу мыши и могут так переместить элемент. Не нужно этого делать. Когда я говорю то, что нужно нажать, значит нужно нажать и отпустить. Если что, я буду напоминать. Так вот, подсвечиваю нашу ось и в панели свойств меня интересует изменение типа. Изменить тип. Что я здесь делаю? Конец первый, конец второй нашей оси. Я вижу, в одном случае есть галочка, а во втором нету. Нажимаю, чтобы у меня галочка в обоих квадратиках появилась и нажимаю ОК. Окружность появилась только с тех сторон, где я не менял что-то вручную. Программа в приоритете смотрит ручную настройку. Вспоминаем, я подсвечивал и убирал галочку в квадратике. Восстановлю справедливость. Строю теперь горизонтальные оси. Начало построения то же самое. Воспользуюсь вкладкой архитектура. На самом деле можно было немножко иначе задействовать в команду. Я могу сейчас не делать вкладкой архитектура построения ось. Вы уже знаете это. Я могу подсветить ось предыдущую и нет не копировать Ctrl-C, Ctrl-V. Не так это работает. Я могу воспользоваться командой создать аналог. Нажимаю по ней один раз левой клавиши мыши и я создаю ось. Строю просто в горизонтальной плоскости, чтобы оси пересекали друг друга. Нажимаю левой клавишей мышь. Прежде чем копировать и строить дальнейшее, вспоминаем то, что оси горизонтальные обозначаются буквенно, буквами российского алфавита, если вы проектируете на территории Российской Федерации. Захожу, меняя обозначение, буковка А. Еще один минус. Revit не знает, что такое, какие, ну точнее, буквы у нас не задействованы по ГОСТу. Потому что здесь я могу видеть ось Z, ось O и так далее. В случае, если у вас большое количество осей. Учитывайте этот момент, не упустите его, а то потом придется переназывать все оси. Неудобно, согласен. В том же самом Nanocadis применяем SPDS-модули, RENGE, программа отечественного софта, отечественной разработки, российские обозначения букв уже в программе в самой зашито, о том, что их нельзя использовать по ГОСТу и они не появляются. Revit просто не знает этого. Построил ось A, воспользуюсь командой копировать, строю следующую ось. Следующая ось у меня должна быть на расстоянии 2500. Следующая ось, стенка, которая одновременно внутренней несущей является, это 4 метра. Видите обозначение? Я построил, удалил и сам же напоролся. Это ось B, это ось V и последующее построение уже программа запомнит. 4,5, сейчас 4, 2,500, 4, 5, 6,500. Здесь у меня должно получиться 5 метров. Сейчас сразу же кину. Общее расстояние 11,500, а у меня 11,250. Копировать. 12,250. Но на эркер не будем такое расстояние задействовать. Здесь я сделаю 2,5. Раз. С размерами мы еще с вами изучим этот момент. 14 метров. Здесь расстояние уменьшу. Это будет 3000. Здесь 2500. Не с той стороны начал двигать. Ctrl Z, откатиться назад. 2500. 12. И смещаю, перенести. 250. У нас расстояние между осями кратно. Сотни я выбрал параметр. Поэтому я подсвечиваю элемент и меняю на 2,800. Вы скажете, вот вы сейчас чего-то там шаманили, мы вообще не поняли. Давайте я покажу на примере. Без проблем. А то изучаем, а сами строите. Так вот, я удалил размер. И что я сделал? Я построил две оси с известным расстоянием. Все остальные я просто подбирал в соответствии с моим графическим изображением чертежа. Я не определял масштаб. Мне это сейчас не нужно. По основному правилу я сейчас буду еще вам рассказывать, что расстояние между несущими по одному из двух направлений у нас должны быть по одному из двух направлений обязательно меньше либо равно 6 метров. Отвечая на вопрос проектировщиков, которые скажут, может быть и больше. Я рассматриваю стандартный унифицированный железобетонный несущий элемент. Это плиты перекрытия. И я просто для себя взял ограничение то, что по одному из двух направлений у меня расстояние между несущими должно быть меньше либо равно 6 метров. Может быть и больше. Но пока мы только изучаем базовые навыки, я не буду это применять. Я оставлю стандартные значения. Так вот, в данном случае, я сейчас себе это запомню. Размеры основные 2,5, 4, 3, 2 и 8. Я построил ось А. Воспользовался при подсветке командой копирование. Копировать 2,5. Дальше уже забыл. 3 метра, насколько я помню. Опять. Я удалил оси. Нумерация сбилась. Б. В. Копировать. 4 метра. И на вот этом этапе я забыл, какое у меня число должно получиться. У меня итоговое 12,250. Но мы уже поняли то, что 12,300 мы будем делать. При подсветке осей у меня есть расстояние между ними. Я могу нажать на функцию преобразовать временный размер в постоянный, чтобы у меня в голове не держать эти числа. И могу отдельно в аннотациях параллельный размер поставить размер между крайними осями. 9,500. У меня отсутствует... Здесь выход. Несущая стенка. Здесь несущая главная. У меня отсутствует выступ под эркер. И последующая будет располагаться 3 метра. При необходимости сейчас подвину. 12,500. У нас должно быть 12,300. Подсвечиваю ось. Функция команды перенести. Смещаю ее на 200 миллиметров. Расстояние сейчас пока могу удалить. Мне они уже не нужны. Мы построили сетку осей. Дальше сделаю проект, чтобы он смотрелся просто эстетически приятным для глаза. Подсвечиваю ось. Зажатые левые клавиши мыши смещаю окружности моих осей, пододвигая их ближе к моему проекту. Чтобы просто проект выглядел эстетичнее. После того, как вы построили необходимые оси, разберем еще два основных момента. Что если у вас при построении осей, я сделаю такое. Вы строите, у вас предположим 200 миллиметров между осью. Оси накладываются друг на друга. Как сделать излом осей? Излом осей производится достаточно просто. Рядышком с обозначением оси есть такая небольшая молния. При наведении на курсор у нее добавить отвод. Появляется функция. Нажимаю на нее. Формируется излом оси. Благодаря которому я могу ее перенести уже местоположение моей окружности в необходимую сторону. Но согласно ГОСТу, и я вам напоминаю, вот так лучше не оставлять. Это мало того, что некрасиво, еще и неправильно. Согласно ГОСТу, у нас да, угол наклона должен соответствовать. Буквально равен 45 градусов. Я точку подвожу к окружности, уже после формирования излома, одновременно выравниваю. И вторую точку перетаскиваю к отображению окружности. Плюс-минус, чтобы был излом сформирован. По видимости. Не обязательно добиваться тут линейкой измерять угол излома, если только очень хочется. С другой стороны проделаю то же самое. Создам излом. Зажму левую клавишу мыши на маркере. Перетащу его, чтобы они не накладывались друг на друга. Перетащу кружочек к обозначению. Обратите внимание, у меня появилась пунктирная линейная связь с тем кружочком, который у меня уже сверху есть. И формирую также излом. Если вам это необходимо. Мне же такая функция не нужна. Это первое. Второе, о чем я хотел поговорить, это по созданию различных сложных осей. Оси круговые, оси под наклоном. Так как у меня присутствует в проекте эркер, который мне необходимо будет изобразить. Причем, эркер еще отдельно с выступающими элементами контура. У меня по проекту, а не меньше полутора метра, в принципе по ГОСТу есть отдельная ссылка, когда можно и не нужно делать выступающие элементы для эркера контура. Я же все-таки добавлю еще одну ось для моего эркера, уже выступающего. Он у меня равняется при соотношении параметров 3 метра. Копирую ось 3 метра. Заодно изучим процесс. Я не могу назначить ось третью, так как данное ими используется. Я сначала третью ось должен переименовать в четвертую, а уже эту в третью. Эркер достаточно мелкий получается, мне это немножко не нравится. Давайте я поставлю сначала размеры. Я подсвечу расстояние между осями, ну точнее подсвечу сами оси и у меня есть возможность преобразования, напоминаю, временного размера в постоянный. Но его местоположение мне не нравится. Я лучше воспользуюсь другим функционалом. Подсвечу размер, который я поставил, либо мог откатиться назад Ctrl-Z, удалю его. А через вкладку аннотации параллельный размер поставлю расстояние между каждой из осей в отдельности и зафиксирую его нажатием левой клавиши мыши с одной стороны и с другой стороны в том числе. Вот у меня отображение параметров. Я вижу то, что эркер у меня должен появиться вот в этой части сооружения. И на самом деле должна появиться у меня... А, еще одной оси не нужно. Он у меня вот здесь появится. Но на участке между второй и третьей осью у меня слишком маленькое расстояние. Скорее всего, при определении масштаба, либо измерения, где-то кто-то напортачил. Возможно, в том числе и я сам. Я хочу изменить, сделать объект побольше, чтобы все-таки он у меня немножко будет не соответствовать тому плану, который вы видите. Но визуально он будет более приятный. Я ось отодвину, последнюю мою. Как я это сделаю? Подсветил ось, уже присутствует размер. Три с половиной метра. Пускай у меня будет расстояние здесь равняться пяти метрам. Раз. Пять метров. Соответственно, расстояние между эркером моем, где должно быть, я увеличу. Пускай будет четыре метра. Два раза. Вот таким образом мне будет более приятно строить в дальнейшем здесь объект. Построю наклонные оси. Воспользуюсь вкладкой архитектура, функция построения ось. Я могу изначально выбирать угол наклона градуса, который мне необходим при фиксации просто курсора. И начать его построение с точки пересечения моих осей, выбирая необходимый угол наклона самостоятельно. На самом деле, даже не из точки пересечения, а немножко выше. Давайте это изобразим с использованием вспомогательных линий. Во вкладке архитектура у меня есть линия модели. Воспользуюсь ей. Линия модели. Начну от пересечения оси. Построю линию вверх. Она у меня будет полтора метра. Полтора. Раз. С одной стороны. Ну и на самом деле перенесу ее с другой. Вот такой квадратик получился. И построю сначала вспомогательную линию. Эркер у меня будет под углом 35 градусов. Даже, скорее всего, 40 градусов. Да, 40. И длина его может быть произвольной. 40 с одной стороны. И, соответственно, 140 с другой. И уже по ней, через вкладку архитектура, ось, построю ось. Это будет первая ось. Это будет вторая ось. Все вспомогательные линию удалю. Мне они уже теперь не нужны. Просто подсветил и нажал клавишу Delete. Окружность у эркера я убираю с одной стороны отображения, со второй. С третьей сделаю излом куда-нибудь в эту сторону. Здесь сделаю излом куда-нибудь в эту сторону. Поиск саму продлю. Здесь. И здесь. Я вижу то, что маленькое расстояние для будущего моего окна. Скорее всего, расстояние между я еще увеличу. Пускай будет не 4 метра, а 5 метров. Вот таким образом. И перенесу эркер. Здесь уже поинтереснее. Проверю, сколько расстояния. Периодически у вас будет появляться окно сохранения проекта. Вы можете его сохранить. Пока у меня элементов мало. Я надеюсь, что он не вылетит. И оставлю его так, как есть. Измерю. 1900 с копейками. В принципе, окно у меня туда разместится. Но по итогу все равно немножко коряво. Конечно, мне немного не устраивает такой ход действий. Но по-другому мы с вами его переделывать сейчас не будем. Вы можете настроить его под самого себя. Мне нужно рассмотреть чисто инструментарий работы в программном комплексе. И выравнивать отображение осей. Я мог окружности оставить с этой стороны, так как они мне больше не помешают. И они будут не накладываться на мои стены. Но обычно их выносят вверх. И в дальнейшем здесь появится эркер. Еще раз. Я пользовался вспомогательными линиями модели и их достраивал. Объекты я в итоге немножко видоизменил. Так как в соответствии с масштабами и помещениями они бы просто получились предельно малы. Площади бы не сошлись. Пускай объект будет у нас немножко побольше, но тем не менее он будет более информативный для начала построения. Вы же проверяете масштаб согласно заданию. И уже его используете. Как-то так. Ну, если будут накладываться окружности, мы их потом перенесем. Саму окружность мы будем использовать с отображением. Эта ось пойдет ближе всего к буквенной. А штрих. Переключусь в раскладку. А штрих. Б штрих. Запишу небольшую вставку по поводу круговых осей и сохранения проекта. А потом уже вы вернетесь к завершающей стадии ролика. Посмотрите его до конца. Спасибо. Что мне необходимо? Если я хочу построить круговую ось, я могу точно так же воспользоваться функцией построения ось. И у меня есть возможность создания оси по дуге. Как по трем точкам. Начальной, конечной точке и радиусу самое удобное. Так же и по дуга, центра и конечной точки. Самостоятельно ее формировать. Но удобнее всего воспользоваться аннотацией линии детализации. Либо вкладка архитектура линии модели. Замоделировать необходимую окружность. Либо дугу, либо сплайн в виде линий, по которым уже в дальнейшем. По которой уже может существовать в дальнейшем ось. И вы самостоятельно будете выбирать. Окружность после окончания можно удалить. Сохранение проекта осуществляется либо нажатием на дискетку, либо файл сохранить как проект. Обязательно, не шаблон. Проект. Мы работаем пока с проектом. Проект. Выбираю путь для сохранения. Вы поселитесь у меня в новой папке на Яндекс.Диске. Revit 2024. Проект. Сейчас прогрузится. Проект будет называться 2024. Будет располагаться в этой папке. Шаблон проекта, ой не шаблон, проект в формате RVT. Шаблон имеет другой формат, не перепутайте. Это принципиально важно, потому что шаблон потом в проект не перегнать. А проект в шаблон можно закинуть всегда. Сохраняю. Ну и возвращаясь к тому изображению, на котором вы остановились. Вот такое отображение у нас пока получается. Дальше мы будем строить стены, работать со сборками и так далее. Напоминаю, не забывайте подписываться на Routube. Если ты еще не подписался на YouTube, подписывайся, пока работаем, пока он работает. Напоминаю то, что отдельно есть уже два готовых курса на Boosty. Можете подписываться, почитать. Подписка там сначала бесплатная, чтобы ознакомиться с самим каналом. И он у вас никуда не пропал. И уже отдельно решить для себя, что вы хотите изучить дополнительно. Как вы видите, я люблю рассказывать все от и до для новых наших подписчиков. Всех старичков рад видеть. Вот. На сегодня все. Всем спасибо и скоро увидимся. Всего доброго.